Что у нас сегодня хорошего? Давайте два слова. Что у Вас интересного на отделе нашей студии? Кто хочет рассказать? Клиент от депозита отказался. Его украинским обслуживается давно. Я ему и то, и это. Он такой, это у меня есть, это есть. Не хочу. Я такой, ну давайте депозит. Ну, краткосрочно. А что есть? Это Вы уговаривали клиента? А он Ваш клиент? Нет, он украинский банк. И он хороший. А Вы к нему попали, да? Да. Ну давайте, Вы клиент или я клиент? Давайте попробуем его говорить. И что Вы ему говорили? Что я говорил? Я ему рассказал, что у нас один из самых больших... Кто такой клиент? Расскажите. Кто он такой? Значит, это фирма, занимающаяся поставкой... Совсем слышно, да? Да. И встаньте сюда и расскажите. Давай. Фирма занимается поставкой комплектующих к компьютерам. И в ней очень хорошие обороты. А что это хорошие? Ну, это вот... Неделю назад у него уже за этот месяц было 6,5 миллионов оборотов. Значит, Грина. Ну что, я ему предложил, в принципе, рассказал, что... А где он находится? Он рядом с отделением, да? Нет, он в совершенно таком месте. А как тут Вы попали? Я просто позвонил ему. Вот. И... Ну, серьезно. Потому что... А как Вы нашли его далеко? У меня поэтому по... Есть там по справочнику. Вот. Вызвонил. Ну, я просто, честно говоря, купал случайно. Вот. Так как письма... Я готов для всех письм. Письма сейчас. Но... Пока платного принтера нету. И во время отделять не хочу. Вот. Оказывается. Значит, поехали к нему. Говорю, что... Так и так, у нас банк подставляет широкий спектр услуг. Может быть, Вы захотите к нам... А с кем Вы говорили в конце? С директором. Ну, что ж, не знаю. Ну, понятно. С директором. Сначала с Балбоком, когда я говорил на телефон. Узнал там, ориентировочно, что за фирма. А потом уже, когда с директором говорил, то, соответственно, оперировал там цифрами. Вот. Изнал, с кем вы говорили. И договорился на встречу. Вот. Он говорит, что... Вы знаете одного человека. Так и так, мы давно и успешно работаем Супер Рейтинг Банк. Вот. Я ему предлагал и... Клиент Банк. Ну, во-первых, открыть счет у нас. Клиент Банк предлагал. Говорил, что вот мы кредитуем хорошо. Что мы можем дать... Овердрафт ему хороший. А он доведет к кредиту, да? Он... Овердрафт у него есть. По поводу кредитов он так... Мне ничего внятно не ответил. Но я ему сказал ставку, все. Вот. У меня там он ничего не сказал. Но я так понял, что он дезинтересован. Вот. Овердрафт он сказал. У него кост 28% Клиент Банк он предоставляет. Вот. Ну, я, конечно, немножечко так... Подумал, что, да, процент хороший. Ему, в принципе, выгодно работать. Но я все равно говорил, что... Давайте мы вас при кредитуем. Предоставим лучшие условия, по-любому. Да. Ну, правильно. Вот. Он говорит, нет, извините, у нас долгие отношения. Там он порядка 6 лет, что ли, работает уже с этим банком. Он говорит, у нас хорошие связи и все. Вот. У меня нет интереса менять банк. Вот. Я говорю, ну, как нет интереса, если мы вам предоставим лучшие условия. Я говорю, ну, понимаете, у нас хорошее отношение уже и я не уверен, что вы предоставите настолько лучшее, чтобы у меня был интерес к линии. Вот. Я говорю, ну, ладно, последний аргумент это депозит. Да, депозит. Краткосрочный. Я говорю, давайте разметимся на депозит. Вот у нас ставочка была 34% совсем недавно. Вот. Он такой говорит, о, вот это интересно. Я обсужу. Вот. Я говорю, ну, ладно, раз обсудите. Давайте мы с вами встретимся чуть похоже или созвонимся. Он говорит, ну, ладно. Сегодня он звонил ему. Говорит, знаешь, все замечательно. Вот. У вас средняя ставочка за две недели 26,7 была. Ну, я ему предоставил такую статистику. Он написал, что так и так вот вы там, если полтора миллиона переходите к нам на счет, то получится 26,7% замены. За месяц, если только на входные, это будет где-то две с половиной тысячи долларов. Вот. Он это все посмотрел, мне сегодня говорит, что, ты знаешь, я поговорил со своими, они мне дадут 24%. И в этом случае, я думаю, что службе информации надо поручить такую вещь, как сравнительную характеристику банков, что мы предоставляем, конкретно какие услуги и конкретно какой банк что предоставляет. Вот, чтобы, допустим, если я сталкиваюсь с такой ситуацией, у меня было конкретно, я конкретно мог давить на такие точки, которые, ну, в данном конкретном случае по конкретному банку знать, что говорить, что предлагать точно. Вот, и желательно бы, конечно, знать ставочки по банкам на каждый день, чтобы говорить, что оперировать, это, конечно, придет нам с опытом, но, допустим, сейчас мне этого клиента жалуют, потому что это большой клиент. Вот, и я с ним, ну, в хороших отношениях, то есть мы с ним, все, он сказал там, звоните, там, держите меня в курсе, не пропадайте, я, естественно, буду звонить. Вот, но... Ясно. Если вы с ним договорились встречи, у него будут кого-то найти интересы. Да, у него был по депозиту. У него был по депозиту, мы конкретно... По депозиту ее лица, да? Да, мы вернались, то есть на ночь, на выходной идти. У кого есть вопросы? Может, что-то не сказал? Дополнительный счет не предназначено? Ну, это же было. Зачем? Может, условно, не кассировал, но... А счет, давайте откроем? Да, надо было ему предложить бесплатно открыть дополнительный счет. И что? Зачем? Зачем? А на карточке Брэк, он как, зареагировал? Хорошо, по очереди. Значит, есть предложение, что не сказал господин директор открыть дополнительный счет? Бесплатно? Бесплатно. Он не хочет разбивать... Постоп, еще какие есть вопросы? Я буду прокомментировать. У нас инкассация бесплатная, можно было предоставить... Нет, предоставить ему бесплатную инкассацию, учитывая, что у него такие суммы большие. Если у него есть именно наличные. Я так понимаю, что это фирма. У него без нас. Ага. То есть он продает... Пошел. Очень хорошо. А предложите ему работать как спислицу. То есть какие-то услуги для него лично. Какие? Какие услуги? Ну, депозит даже тоже. Корпоративные карточки. То есть какие-то карточки там, ГОЛД и тому подобное. Корпоративные карточки? А корпоративные карточки предлагали? Корпоративные карточки не предлагал, потому что, ну, каждый я делал акцент именно на... Я? Интернет-банк. Да. Он не хочет интернет-банк? Он говорит, у меня это все есть. Интернет у него... Нет, у него есть клиент. Интернет лучше, чем клиент. Почему лучше? Там ограничение оборот в месяц до 100 тысяч гривен. Это дешевле. Почему? Ну, и что, что дешевле? Если это крупные деньги... Да, кто еще хочет сейчас? Ну, я тоже... Что дешевле? А почему это? Ну, я так понимаю, предполагаю, что они просто боятся... Ну, что дешевле... Так, а почему в этом ничего нет? Я ему предлагал, он там платный проект. Он не привел, интересно. Я вот хотел... Спасибо. По-видимому, эта фирма импортер, так? Да. И у нее... Ну, айбертор. Мне, да? Да. А что туда стоит ему? Ну, эта фирма, наверное, же импортер, и у нее возникает налоговое обязательство постоянно по НДС. По НДС предлагали? Предлагал. Он сказал, что мы платим все, ничего не требуем от бюджета, чтобы не иметь проблем. Вот. Ну, вот они такие осторожные и богатые. И говорит, мы... Мы платим, и как бы мы по схемам... Говорит, мне предлагали 50 на 50... НДС его не интересует, да? Да. И так далее. Он сказал, что в принципе это интересно. То есть это тоже, на что я буду давить... Так. Какие еще вопросы можно было бы с этим клиентом в Сибири? А обналичные бумагаарные, я не знаю. Какое обналичное? Ага. Ничего. Груто. А вот на трансляции как-то... За кинул, пообещать ему, что решаетесь проблемы даже обналичных можешь деньги, если вы заплатите вопросы? Нет, мы не решаем, мы занимаемся. Какие еще вопросы можно об этом? О системе платежей, которые именуют НБУ, да. А конфиденциальности говорили? Да, конечно, говорили. А что говорили? Ага. Первым делом говорил, что сам конфиденциальный банк. Что у нас строгая дисциплина в этом смысле. В каком смысле? Дух в том, что конфиденциальность это один из кредо наших банков. А что вы ему конкретно по конфиденциальности говорили? Я ему конкретно конфиденциальность не расписывал, просто когда я говорил о банке. Это же самое главное. Кому это лишь бы говорить? Все говорят, что они конфиденциальны. Ну а чем вы конфиденциальны, если вы выбираете сам банк? К сожалению, с сравнительной информацией я не... А вам в лекции вы не слышали то, что я говорил о конфиденциальном? Нет, то что мы не предоставляем информацию, конкретно этого я не говорил, но это в любом банке не должны предоставлять. Ух, кошмар настоящий. Что вы такое говорите? Вы даже не представляете о чем речь. Знаете, что что это за таких? Что еще вы хотите задать? Какие вопросы вы наступаете? А у него есть филиалы или нет? Нет, у него нет филиала. А вы взяли у него этот самый проспект? Проспект? Нет, не самый простой. Хорошо. Какие еще вопросы? А валюту он покупает? Лучше, если... А валюту надо покупать. А валюту надо покупать. А за сколько? В валюту я не все там. Так, какие еще вопросы? Согласен. Хорошо, присяживайтесь. Давайте тогда я прокомментирую. Ну, прежде всего, очень хорошо, что вы побывали на фирме, и я как бы себе в голове отложил, что вы человек инициативный. Это нормально. Другой вопрос, что вы многих вещей не знаете. Вот. Теперь по поводу вопросов, которые вам задавали. Ну, во-первых, я категорически заключаю вам ходить на фирме. Это первая ошибка. Хуже этого ничего для бизнеса нет. Это вы сейчас слушаете, и если я узнаю о том, что вы без письма поперлись на какую-то фирму, в тот же день будете выбрать. И я об этом говорил. Вы это не сделали. Да. На первом этапе я прошу всего лишь вас делать то, что я говорю. И то, что... ну, я не могу по каждому случаю издавать какие-то инструкции. Бывают случаи, что можно так познакомиться... ну, вы находитесь где-то на пикнике и познакомились с крупной компанией. Ну, чего ему... он говорит, заходи, старик. Ну, чего писать ему письмо. Да я фурдом это не доволен. Но переться на фирму без письменного предложения запрещаем. Не дай Бог кому это сделать. Потому что для того, чтобы вас восприняли, сначала вы должны... вот мы можем на этих совещаниях обсуждать такие вот темы. Вы берете базу, которая вам доступна. Разбиваете эту базу по различным компаниям. Это компания занимается, например, сборкой компьютеров. Это занимается производством мороженого. Это еще чего-то. И мы можем поговорить здесь на совещании, какие предложения им сделают. Да? И весь вопрос только в том, чтобы мы как бы начали... ну, сделали им... Сами предложения должны быть короткие и с большой вероятностью попадания в точку. И только после этого мы можем как бы говорить о встрече. А к встрече надо готовиться. И, конечно, много есть, конечно, проколов. Я вообще не уверен, что вы можете профессионально провести встречу. Потому что если вы не понимаете, чем мы отличаемся от других банков по конфиденциальности, то у вас есть проблема. И я, к сожалению, не могу вас в этом убедить. Есть люди, которые являются моими идеологическими противниками. Сколько бы я ни говорил конкретно... Вот у нас старые есть хорошие директора. До сих пор они так и не поймут, что мы на самом деле являемся конфиденциальным банком. И мы всегда говорим клиенту, что любой банк дает информацию по разным убобам и другим организациям. Ну, это одно и то же говорить быстро. Вы возьмите там все. У нас где-то по этому поводу есть какие-то, по-моему... У вас есть информация. Вы хотите вы прочтите то, что там есть? Инструкции. Мы говорим клиенту, что имей в виду, если вы уж с ним встретились, что если вы такой клиент, то прежде чем вас кто-то проверит или запросит на вас информацию, вы лично от меня узнаете о том, что на вас поступил запрос. Мы сами подумаем, как на него ответить. Если мы будем уверены, не дай Бог вам говорить любому об этом. И так у нас слава идет. Ну, это глупость, не серьезно. Мы солидный банк. Мы говорим, если мы уверены, что вы серьезная фирма, мы обсудим с вами эту проблему. Вот вам решение суда, по которому мы выиграли у Национального банка. Вот чем мы отличаемся в том числе от Украинского банка. Выиграли суд. И есть это решение у вас, то вы эту папку... Посмотрите, есть это решение или нет. Оно должно будет все. Что мы выиграли суд, который запретил... Который отменил постановление Национального банка. По которому мы обязаны были давать информацию в электронном виде, Убобом, Зубобом и всем остальным, которые только существуют. В-третьих, что касается конфиденциальности. Вся наша система работает таким образом, что информация разорвана от разных сотрудников. И знать ее будет только ваш персональный менеджер. Поэтому никто не будет знать о состоянии вашего счета, куда вы переводите деньги, чем вы занимаетесь. Ну, при условии, что мы будем вас уверены. Ну, и плюс, что мы постоянно инициируем эти вопросы в судах. У нас есть 40 юристов, которые будут работать в режиме вашего предприятия на предмет конфиденциальности. Серьезные службы безопасности. Вот. Ну, это я рассказывал. Это целая система организационных мер. Это идеология банка. С этим вы можете познакомиться отдельно. Есть по этому поводу у вас там бумага. Мы действительно работаем конфиденциально. Во-вторых, ошибка в том, что мы никогда не говорим о том, что любому клиенту переходите к нам в банк. На вопрос, на разговор о том, что мне нравится мой банк, и я с ним работаю много лет, это очень слабо. Просто мы говорим клиентам. Имейте в виду, что для того, чтобы вы знали, как вообще бывает обслуживание, мы вам советуем. Не обязательно у нас. Я могу... Эксимбанк хороший банк. Но это далеко не лучший банк по менеджменту. Откройте еще пару счетов. Любая крупная компания, такая как ваша, за границей имеет минимум 5-6 банков. Потому что у вас могут возникнуть разные ситуации. Вот. И деньги мы переводим секунду в секунду. Попробуйте. И если вы такая крупная компания, мы сделаем для вас как бы эксклюзив. Да, можно говорить и о бесплатном открытии, если только вы дадите цифру. Что мы будем иметь от этого клиента, я могу разрешить и бесплатно. Хотя мы всегда одновременно говорим, наши тарифы самые высокие. Но! Мы знаем, за что мы берем. Секунда в секунду. Круглосуточное проведение платежей. Быстрее, чем нас, никто деньги не переводит. Мы перед вами выполним любую задачу. Вы даже не представляете, какая между нами разница. Но для этого вы сами должны быть в этом убеждены. Я вас уверяю, что ни в одном банке так не относятся к клиентам, как у нас. Конечно, при условии, что директор понимает, о чем речь. Вот. Конечно, надо поговорить и о том, что мы можем... Ну, какие у нас расценки на определенные операции. Нужно углубляться в тему овердрафта. Но самая большая проблема – это прийти от фонаря и звонить, и напрашиваться. Это нехорошо. Для начала нужно сформулировать привлекательное предложение. Потом. Проспекта вы с собой не взяли. Да. Нельзя ходить к клиенту без наших материалов. Запрещаю всех. У нас полно разных этих самых календариков, разных проспектов по потребительскому, такому кредитованию, такому. Возьмите весь набор. Они именно для этого и сделаны. Зачем же вы их не принесли и не отдали? И они у него останутся. И иногда он одним глазом посмотрит, что это такое. Это проблема. Чистая дилетанция. Но характеризует вас как человека, который куда-то стремится. То есть, все нормально. Нормально. Потому что те, которые... Да вы не понимаете. Я не хочу эту тему как бы развивать. Вы как бы одолжение это делаете. Нельзя ходить без писем. Я понимаю. Нельзя ходить без писем. Запомните. Нельзя ходить без писем. Значит, это позор для банков. Приперся чего? Без всяких этих самых документов, без проспектов. Кто такой? Чего пришел? Это еще дурак, что воспринял. Нормальная фирма никогда бы с вами не встретилась. И это было бы странно. Звоните нык по телефону. Я вот хочу вам что-то предложить. Ну, глупость полнейшая. Вот есть другой вариант. Вот когда, допустим, находиться на Андреевском там спуске. Или вот у нас есть на Саксаганского. Что касается магазинов, там всяких шараж-монтажей. Вот там целое. Там письма писать не надо. Потому что их интересует близость нахождения банка. Просто по своей улице гуляя. Вот. Заходишь в магазин. Директору говоришь. Вот я открылся. Вот вам ваши проспектики. Как у вас дела? Кто у вас ставит эти самые, вот эти, как они? Сепи посты. Да, Сепи посты. В магазине всегда интересна дисконтная программа. Мы тут же ему говорим. Мы делаем такие предложения, от которых он не отказывается. Первое. Ну, дисконтную программу с удовольствием он возьмет. Потому что мы ему говорим. У нас 50 тысяч клиентов. Весь Верховный Совет. Вся налоговая администрация. Еще в Киеве масса людей. Все пойдут к вам. Дай процентов пять. Нормально. Потребительское нужно тебе. Вот здесь никаких ему предложений делать таким клиентам не надо. Пришел к нему с программой потребительского кредитования, да он вас будет целовать мной. Но только вы не с продавцом или со старшим охранником говорите, а попасть в директор. Здесь уже не проблема. То есть постучали, привет, я ваш сосед, ну, директор. А если это компания, занимающаяся системным бизнесом, то вы не доросли до такой компании. Ни один из вас. Это серьезная тема. Его можно убить только предложением, от которого он не сможет отказаться. Но для этого я готов здесь любую такую тему как бы обсуждать. Эта программа для, ну, Киев вообще для великих менеджеров. Конечно, не надо писать предложение директору колхозом или Тополе там, или где-нибудь у нас есть вот и... там, или где-нибудь там на периферии. Там они просто обидятся, вот. Скажут, вы за кого нас принимаете, переписку? Денис Михайлович. Дело в том, что я отправил в УЗИ, в город. Да. Такое письмо. Да. И перезвонил, и мне ответили на это письмо. И мы встретились на той неделе. Это тоже нормально. Пять дней мы встречались, и вот я клиента в наш банк затянул, который каждый день... Каждый день? Да. Но он каждый день сдаёт наличку. Я вас в УЗИ отправлю обождение. А там ничего больше нет. Я просто хорошо знаю этот регион и работал в администрации района, и знаю, что с чем там дышит. Да. Да. Вот. И вот он сдаёт наличку от миллиона до трёх миллион почти каждый день. Обслуживался он в МРИИ. Да. В МРИИ за каждый миллион брало у него ещё две тысячи. Молодец. Письма писать всегда нужно, но на деревне можно, и в районных центрах, конечно, это не обязательно. Особенно не надо писать письма на заводы государственные, никто не будет их осматривать. И они вообще читать не умеют, вообще они обидятся, и вообще будут думать, что мы стукачи, плохие там, ну и вообще. Дмитрий Михайлович, так меня вопрос интересует. Он спросил у меня, а Вы где? Я говорю, ну, в принципе, Воздухоплодское отделение, как с Банкиевым. Он говорит, а в Белой Церкви есть такое отделение? Я говорю, есть. Он говорит, я туда пойду, но остатки, чтобы будет считаться на Белой Царь. Нет. У нас есть приказ. Вот если Вы открываете структурную компанию, да, и она имеет филиалы Одесса, Львов, Симферополь, Севастополь, там, везде, где откроется компания от него, да, все остатки будут только Вам. Только это письмо, наверное. Это только остатки? О, только если Вам, ну, нет, ну, меня, ну, да, через него, через господина Пучкова. Конечно, у нас ведь ужас в том, что никто денег не хочет. Я издал здесь приказ в банке, что все обязанных клиентов привлекают, а они стесняются письмо, что они не хотят, ну, я не могу заставить. Из-под палки заставляют директоров департамента, чтобы они с загнанного клиента получали с него банки. А это сумасшедшие деньги. У нас вот совершенно безумная есть структура департамента по привлечению клиентов, которые вообще не знают, чем, ну, банк занимается. Ну, вот в этом месяце у него где-то получилось, ну, около 15 тысяч гривен дохода с идиотских каких-то трамвайно-троллейбусных депо и плюс еще этих, ну, и зарплаты там у меня настолько. Сколько тысяч? На одного человека? На одного человека. Ну, он вообще не знает ни одного банковского банка. Ну, он такие же, как он, по нюху. Он был же замминистра. Вот он туда идет, и он с ними там пьет до посинения. И они открывают. То есть, да, государственные компании это совсем другое. Я не думаю, что там вас воспримут. Там у меня не воспринимают. Потому что там нужно, соответственно, чьим образом пахнуть. Они видят таких же идиотов, как сами. Ну, по нюху узнают издалека. Издалека узнают. Там, как только увидят, что умные, да? Ну, это враг народа. Они вообще считают, что они первые люди в стране. А мы, как бы, накид, это самое, дружуазные на теле. Правда, правда. Они газеты не читают, вот. Темные, забитые, ненормальные. Логики их понять вообще совершенно. Ну, вот только взятки взятки. Вот. Поэтому письма писать надо подготовиться. Вот. Кому писать, мы можем здесь это продискутировать. Вот. Ну, я плохо буду реагировать, если, как у нас, когда до меня будет доходить случай, что наш директор отделения шатается по крупным компаниям и ноет под дверью. Откройте счет. Еще и идет без этих самых, без... Ну, нормально. Вы хорошо провели разговор. Я думаю, что это та компания, судя по тому, как у вас этот разговор прошел, вы просто пришли к человеку, которого не перевести. Ну, он, дело в том, что он настолько доволен и давно работает и поэтому... Да ну, он дурак, законченный. Потому что, если у него такие обороты, я в чем я не очень уверен, то здесь что-то не то. Или, он привязан к банку. Ну, вы должны для этого сначала хотя бы знать, может, его учрительным 100% является уксинбанк. И вы, вот у нас есть такие, вцепился, а вот его хозяин на валь, а он его тянет. Так что же его тянуть? Если он подкроет этот счет, его выгонят. Плюс, смотрите, с фантазиями как плохо. Мы покупаем громадное количество компьютеров. Мы говорим любому клиенту, если он занимается. Но я тут же буду лоббировать вас, чтобы вы поставляли нам это. Миллион вопросов, как его, ну, зацепить. Но самое главное, начать с писем. И здесь должна быть стратегия. Вот первое письмо. Вот информационный повод какой-то. Это солидно. Написали. Со второго, третьего письма можно перезвонить к первому лицу и спросить. Скажите, что-нибудь из этого вас заинтересовало? Или мне не писать? Потому что мы, как бы, ну, хотим вам оказать, ну, помощь. Я не играл. С письмами тоже проблема. Типовые достать трудно было. То есть я с самого начала, как бы, хотел найти вот эти письма. Все типовые письма у нас есть. Где они? Типовые письма. Напишите мне, есть у нас есть письма. Я не знаю. Я не знаю. Я не знаю. Я не знаю. Нет. Значит, скомплектуйте все типовые письма. Запишите. Да. И немедленно. Правда. Ну, чего же вы не говорили? Я же говорил. Что? Ну, правда. Письма про типовые. Одно вопрос не ответил. И я вам ответил, что они у нас есть. И вы сразу из-за... Нет. Что они? Ну, так и повисло просто. Где? А где вы? А чего же вы не требуете, чтобы... Слушай. Если я что-то пропускаю, не может шить, да? И вам это надо решить. Если вы это похоронили, ну, я-то готов. Так нет. Я себе нашел какие-то части. Мы посадили и убили. Ну, да. В таком времени мы еще убили. Вы обязаны рассматривать меня, как вашего, ну, считайте, подчиненного коллегу, да? По части организации, помощи в организации вам с труда. Требуйте от меня. Мне немедленно нужно собрать эти письма. Ну, только вы забывайте мне докладывать то, что мы здесь обсуждаем. Вот завтра с утра вы ко мне заходите, и я вам найду все типовые письма. Потом еще один вопрос. Если я хочу написать конкретно... Не забывайте наставить, да? Хорошо. Да. Потому что бывает так. Выступил и с концами. Ну, и все. А я-то при чем? Вот здесь же у нас... Ну, вам повезло. Имеется в виду, что... Вот в любом другом банке... Не то, что представители совета. Вы не увидели бы никогда начальника отдел. Вот там как раз такая ситуация и процветает. Там некуда даже сказать, что вам не хватает, да? Вот работай себе, непонятно что делать. И делай. Я же пытаюсь, чтобы вы были начальниками. Но это только при условии, что вы начальники от рождения. А если рабством дело пахнет, то вы ни один вопрос не решили. Да. Ага. Вот. Вот. Поэтому не останавливайтесь. Письма есть. Разные. По разным поводам. Вот еще такой вопрос. Есть ли у меня какой-то... Есть. Крупное, большое. Можно начать... Можем обсудить, когда мы письма эти завтра найдем. Мы можем... Вот завтра мы соберем директоровое отделение. всех. И... Можно начать с презентационного красивого письма. Оно большое. Со всеми нашими большими достижениями. Просто забросило и все. А потом точечными, разными, один и самым. Да. Если клиент просит... Вот, к примеру, у меня он попросил статистику, да? За две недели по депозитам. Чтобы мне написать это письмо, насколько я знаю, я должен утвердить текст. На это уйдет куча времени. Да. Так и будет. Мы должны написать письма на все случаи жизни. Поэтому здесь, на совещании или в отчете в отдельном, а потом вы жмете на господина Пиркова. Не просто так, как бы сказал и забыл, да? Вы пишете, а он анализирует на отдельной странице. Пошел мой вариант письма. Либо утвердить, либо дать, ну, образец. Но в основном, вот мне кто-то письмо написал, ну, так далек от это самое. То есть общих писем у нас навал. У нас есть конкретные там письма. Мы сейчас, когда мы их рассмотрим после этого. То есть по какой-то программе. У нас письма есть. И по карточным проектам. И презентационные вообще. И разные там, по вернайтам, по этим самым. Не надо ничего. Не дай Бог, чтобы каждый писал. Сейчас я вас тут понапринимаю из детского сада, и вы начнете каждый строгать письма. Это наше лицо. Письма никто... А если бы быстро было как-то? Делайте. Давайте. Я готов. Ну, то есть надо тогда какой-то процесс, чтобы я, допустим, послал письмо на утверждение по факсу. Мне в этот же день вернули утвержденное. Можно дальше? Нельзя. Почему? А потому? Ну, потому что, во-первых, в банке никогда не бывает ничего, все быстро, да? Потому что это серьезное учреждение. Во-первых. А во-вторых, я не знаю, о чем речь, какое письмо вы хотите... Ну, к примеру, клиент попросил... Какое письмо? Клиент попросил ставку по депозитам, да? За последние две недели. Ставки. Статистику. Приведи мне статистику. Вот ты хочешь, чтобы я на депозит к тебе пошел? Приведи мне статистику. Ну, у нас есть казначейство, извините, они вам дадут эти материалы. Нет. Что вы хотите? Мне попросили статистику за две недели. То есть вот овернайт конкретно, на выходные такие, за две недели, чтобы каждый день я им написал. Вот сегодня 24, вчера... Ну, вот есть матлинг, он вам все это даст. А что за проблема? Нет, он мне даст информацию. Да? А само письмо. Я же должен написать, что там, уважаемый такой-то, посылаю вам статистику за две недели. Вот, пожалуйста. Ничего не надо. У матлинга есть и письмо на эти случаи. Утвержденное. У нас не составляет только проценты, которые вы. У нас же и руководитель там письмо есть. Мы предоставляем вам информацию на какую-то... Уже есть. Вы просто пытаетесь выяснить это у меня, когда есть департамент, в котором вы должны постучаться... Подождите, мы можем даем. В котором вы должны постучаться, и он вам ответит. Не ответит, я его выгоню. Письмо есть такое. Нет проблем. Письмо есть на один. На конкретную ставку на сегодняшний день, насколько я знаю. Слушайте, да вы цифры дадите по всем этим ночам. А поговорите с ним, чтобы он вам быстро сбросил эту информацию. А вы слова оставите те же, а информацию добавите. Что за проблема? А я, допустим, хочу еще раз писать о том, что вот среднестатистическая такая-то. Если вы помещаете полтора миллиона, к примеру, то у вас цифра получается за месяц такая-то, за день такая-то. Нет. Во-первых, я должен знать, что вы там, как вы считаете, а то вы нас опозорите. Я не думаю, что это хорошая идея. Почему? Вот, к примеру, за две недели беру среднюю ставку. Да зачем мне это надо? Ну, пишите мне, я посмотрю, как вы считаете. Если вы умеете считать, я выдержу вам письмо. Хорошо. Вот, если вам что-то надо, срочно, ну, горит, клиент убежит, не решится вопрос, вы решаете, звоните сначала Вашему коллеге, да, или тому, кто будет на его лице. Не решает ему вопрос. Вы звоните Наталье Борисовне или Игорю Владимировичу. Не решает ему вопрос, да? Вам срочно надо. Звоните. Так это уже третий день пошел. Если я сначала ему, он попросит три часа времени. Потом я звоню еще одному. Какой вопрос? Ну, хотя бы тоже утверждение письма. Да дайте мне, я ничего не видел никогда. Ну, лишь бы поговорить. Дайте мне, я посмотрю, что вы там пишете, пожалуйста. Если я пару раз увижу, мы же всего лишь притираемся. Я хочу понять, с кем я имею дело. Можете ли вы писать? Пишите ли вы, как 90% людей, с ошибками? Или у вас нормально с грамматикой? Не знаю. Ничего. Когда я увижу, что вы пишете нормально письма, я вам скажу, все пишите, что хотите. В один прекрасный день вы можете на своем совещании сказать. Вот смотрите. Я написал столько писем. Вы никаких замечаний по ним не имеете. Дайте мне разрешение писать их самостоятельно. Ничего хорошего. Я говорю о том, как у нас строятся отношения. Да? Вся идеология нашей работы состоит в следующем. Вот сейчас, да, вы действуете в рамках инструкции. И вы все время что-то там согласовываете. Как только вы набили... Ну, поскольку вы совсем зеленые. Ничего не понимаете. Многие вещи, да? Как только вы какое-то... Или кто-то из вас что-то понимает. Пожалуйста, докажите, что вы это понимаете. И скажите. Завтра. Я не хочу согласовывать больше ничего об ответительском вырезанном. Потому что. Вот вам документы мои. Никаких к ним замечаний нет. Пишу вам резолюцию. Все. У вас есть возможность стать самостоятельным банком. Для этого вам придется пройти путь какой-то. Я должен понять, с кем я имею дело. А что бы вы тут не говорили мне? Я не знаю, какие вы цифры будут. Как вы считаете? Ничего не знаю. Я же не могу, чтобы наш банк представлял безумный какой-нибудь человек, который будет там такое лупить. А он будет, ну нифига себе, работают право из банки ненормальные люди. Вы же меня будете позволить. А я нормальный. Я ни одной бумаги не подписал. А мне каждый день бумаги выпадают, забывают цифры. Вот так вот перепутывают. Особенно департамент карточек пишет. Увеличил нам лимит по карточкам сто раз на вертбрам. У нас случайно вылезло, что люди такие льготы дали. Вообще безумные настоящие. Но он хороший работник. Просто он по части цифр на своем месте. Тем не менее умудрился не поставить точку, когда он писал визу до меня, пока я не занимался банком. Это и по части конфиденциальности, что такое банк. Он имел право общаться с визой по факсу. А поскольку виза плевала на все, она договором так себя закрыла. Это какая-то 24-я новая компания по рейтингу в мире. 60 миллиардов долларов. То он в факсе... Они его спросили. Ну там такие ужасы по наделу. Значит, спросили. Какой лимит вы устанавливаете? Он должен был написать им, что он устанавливает им лимит. Например, вот такие цифры. Вот такие. В чем-то там, я не помню. В центрах там. И дальше поставить центры. Но он забыл поставить вот эту вот фигню. И увеличены лимиты по авердрафтам, по карточкам в 100 раз. В 100 раз! Прибегает к Рейне Леонольдовне и ее знакомой. Ну как-то. И говорит. Случайно совершенно. Говорит. Слушай, я залез вам в долг на 5 тысяч долларов. Вот. И это самое. Ну, будет в основном честно. Это подтверждение того, что в основном мы имеем дело с честными. Ну, это не жюри. Вот. Так что я хочу погасить долг. Какой долг? У нас нет овердрафтам по этих карточкам. Эта карточка, ну, дебетовая. Он говорит. Очень странно. Она мне бежит. Ну, пишет тут же. Она-то мой соратник. Она пишет мне тут же. Да. Она звонит этому Белоусу. Говорит. Ээээ... Объясни. Он говорит. Не говори Черновецкого только. Потому что это... Эээ... Я всё исправлю. Да ё-моё. Самое главное, чтобы я узнал. Что он ненормальный. Ну, по части документов. Чтобы я... Мне самое главное увидеть человека. У каждого есть своё место. У него большая зарплата. Он уважаемый человек. И будет работать. И никто его не собирается выгонять. Но... Большинство людей не владеют. Не понимают вообще, что это очень важно. Они вообще не читают ни документов, ничего. Везде ставят подписи свои. Без проблем. Но не я. Ни одного документа не найдёте. Где я пропустил хотя бы запятую. Я отвечаю за любую бумажку, которая... Эээ... Мы сейчас еле-еле собираем обратно с них бабки. А они спокойно тратят наши деньги. Проценты не идут. Залезли нам в этот самый... И кругом такое. Это по части расчёта. Вы пошли. Потому что если вы напишите ему расчёт. Вот в чём ужас, да? И чем банк отличается от Шарашкиной любой конторы. От любого самого крупного завода. Безалкогольного. Алкогольного. Металлургического. И так далее. Как только банкир... Не дай Бог вам написать письмо несогласованное. Я это не прощаю. Имейте в виду. Во вне бумаги идут только согласованные нашими инструкциями. Никакой проблемы нет. Как только это в согласованном режиме... Пожалуйста. Но как только вы дали, например, ему расчёт о вернале. Такой-то, да? И подписали под этим. И написали ему сколько он доходов будет иметь. И пропустили пару нулей. Он тут же в суд. Он нам миллион тут же насчёт. Договор с вами подписывает. Ну, договор уже подпишет. Мы же не знаем, что вы там написали, да? Он тут же подписывает договор. В чём проблема банка? Это риски. Постоянные риски. Деньги. Он подписывает договор здесь с Матлингом. Матлингом. Духом не слышал, что вы там ему нагородили про это. Вот. А вы ему доход в письме пуганули. Ну, с миллиона миллионов в день. Ну, примерно. Да? Да? Он в суд поедет. И нас лови не надо. Вот. Я заключил договор. Так он же мне написал письмо. Вот бланк. Да? Вот подпись директора. Экспертиза скажет. Его подпись. Нормально. Да? Давай платить. Любое слово, исходящее из банка, это деньги, ответственность. Это очень серьёзно. Не, понятно. Да. Ну, понятно. Вот понятно. Понятно. Поэтому у нас даже, у нас есть приказ регламентирующий, кто кому может чего писать. И на любое письмо, идущее в любое министерство, во мне, куда, я пока ставлю, ну, свою лицу. Но некоторые люди, есть банки, которым я доверяю. Они пишут очень, ну, это очень серьёзно. Они не делают никаких, ну, ошибок. Ну, в принципе, это, чем банка отличается, это серьёзное дело. Такие, ну, важно, что вы сказали, да? С вас будет толп и всё в порядке. Спасибо. То, что пока вы побегаете и много сделаете ошибок, всё классно. Никто просто в городе, в Киеве и на Украине не знает, что такое банк. Они никогда вообще не видели, не слышали, я вас уверяю. Поэтому эти появления, которые, и многие другие ошибки, которые вы будете делать, они, ну, это если бы вы позвонили куда-нибудь там в Швейцарии, да? или, ну, или в... Какие-нибудь... Окей. Всё сделали классно. Нормально. Просто я рассказываю, как должно быть. У кого какие выдачи. И мы обязательно должны всё обсуждать. Вот хорошо, что вы сказали, да? Потому что на сотом клиенте я бы вас поймал... Если бы на сотом приманен, то... На сотом бы поймал и выговор был бы. А если бы на сотом клиенте решено обсуждать? Мы договорились... Тогда великий. Ну, классно всё. Ну, что вам сказать по поводу 99 и... Я вам хочу сказать вот такую важную вещь, да? Банк не заинтересован ни в ком. Ни в одном самом велике. Я ни с кем не собираюсь считаться. Есть незаменимые. Я незаменимый. У нас есть незаменимые люди. Есть. И с ними я как бы... Ну... Считаюсь это никто же голос. Ну, подъем. Есть незаменимые. Но у нас большинство как бы людей... Мне жалко расставаться. Я при этом как бы... Душа плачет. Я многих людей поднял. Вот у нас последнее. Хотел вам сегодня рассказать. Какая карьера была... Вот вы видели в отчёте. Была Юля у нас 28 лет. Она пришла в банк... Не в банк. Банка не было. Пришла 9 лет назад или 10... Задрыбанная девчонка с улицы. Чумазок, что называется, да? И... Ну, у неё такое было звериное желание выйти в люди. И она ко мне даже не попала. Потому что, если бы она через меня прошла, я бы уже понял. Я моментально как бы чувствую напор. А попала к моему там какому-то сотруднику и сидела у него секретарём. Но сумела обратить моё внимание на себя. Какую-то бумажку мне подсунула. Взял её секретарём. Вот. Помощником была она моим. Потом она была, ну... Старшим помощником, финансовым директором. Зампредседателя правления. Первый зампредправления. Председатель правления. Я вам скажу, что... Она... Не бедный человек. Она заработала основные деньги. Её вся страна узнала. При том, что она не такая как ты. Потому что я зря её... Ну, как бы... Вот здесь я уже её перенапряг. Это был её... Как бы... Предел. Потому что она не публичная. То есть она не пойдёт никогда вот как к клиенту. Она... Тихий человек. И я просто её убил. Этой должности. Потому что должность председателя правления, она полагает... Как и ваша должность, да? Это представительская должность. Как только я увижу, что вы пасуете перед какой-то шпаной. Какими-то начальниками. Или... Клиентами. Вот. Стесняетесь, умнётесь. И не охота вам... Себя показать. Потому что на вас банк смотрит. То это проблема. У неё это проблема была. Но это блестящая карьера. И она ворвалась уже. Её знает вся Украина. Она пошла на хорошую должность. И уверяю вас. На многотысячную долларовую зарплату. Из никого. Вообще. Вот. Единственный человек, которым я был заинтересован. Ну, я её люблю и хорошо к ней отношусь. И я её... Как бы... Была бы, наверное, голова блестящая. Ну, конечно, перенапряг. Потому что... Ни в Нацбанк никуда решать вопросы надо. Вот. А так, в принципе, меня никакие показатели не интересуют. Я смотрю только главным образом. Вот. Чего ещё не было. Это преданности, ну, как бы, компании. Она просто... Ну, спокойней человек. Нужны люди, которые полюбят компанию. И захотят, как бы, за неё сражаться. Но если вопрос станет ребром. То... Было время, когда мы, как-то, ну, считались там. Сегодня мы работаем без проблем. Хороший директор. Вот был сорокисный. Хороший директор. Взяли его. Сто долларов не получал в Чернигове. Был задрыпанным там экономистом. Ему там под зад давали каждый день. Пришёл. Я увидел, что в нём есть... Ну, дошёл до зарплаты полторы тысячи долларов. Вот. Уже он отгонял большое отделение. Тот директор банка, который его даже никогда не видел. Он там был вот таким сошкой. У него, в отличие от вас, никаких шансов никогда не было. Потому что, когда менеджмента нет, то нет напора. И когда-то и у меня кончатся силы встречаться. Но я буду на вас давить до тех пор, пока мы не узнаем, как бы друг друга. А у моих других банкиров, их там на Украине тысяч пятьдесят. Да они никогда не видели своих начальников. И не увидят никогда. И он достойный. Он хорошо работает. Я его послал в Днепропетровск. Ну, в караул. У нас там никого нет, как лучшего. Я не могу послать его или вас, или многих из вас через полгода. Вы ничего не знаете. Он банкир, экономист какой-то был, полудворный. Да, так к нему директор банка, глава, который его за человека не считал. И его там отгоняли, когда он где-то проходил. Он к нему приезжал и напрашивался на прием, чтобы узнать, что случилось. Это было при мне, кстати. Я тогда стажировал. Да. Чтобы и через знакомых договариваться. Вот так мы вас поднимаем. Да? Действительно центральные фигуры. Чтобы спросить, ну как же эти отделения функционируют. послал его как лучшего в Днепропетровск. Но для меня важно. Насколько человек может, ну как бы идти. Он взял, поехал туда. Я ему сказал, подбери директора на свое место. Хотя, это хорошее предложение было. И мне плевать там. Дети, семья. Хотите детей, семью. Идите в семью, и к детям. Это ни одно другому не касается. Взял, бросил. И приехал. И что? Я буду с ним работать. Если он не понял, что ему было дано. Пусть он идет куда хочет. И сегодня мы его подняли и уволили. Трамп. Ни кем. А я не могу оставлять человека. Понимаете в чем дело? Вам доступна информация. Я, вот эти все инструкции. Это золото. У нас и так и течка информации идет. Я, мы все время растем. Мы движемся, да. Я хочу знать, что мы даем эти условия людям. Я вам рассказывал о зарплате. В этом месяце дадим, ну, чуть меньше уже получается. 45 тысяч, знаете сколько? 42. 42, да. Ну, это близко к 10 тысячам долларов. Ну, что вы думаете, я могу запросто платить и 500? Что? И Бог говорит, о, спасибо. И так же работаю. Не будут тогда работать. Так же будут работать. Я работал с одним академиком под его начальством. Он сказал мне гениальную вещь. Что? Правда, она жуткая по смыслу. Он сказал мне, что человек или работает, да? Если он на это заряжен. Или он ответственно относится к работе. Или нет. И говорит, зарплата никакого значения не имеет. Я некоторые такие вещи видел. Потому что кроме зарплаты есть еще за 500 долларов любой бы работал. Есть вложения, мобильный телефон, масса знакомых, возможность потом устроиться куда угодно, изучать многие бизнесы, научиться работать. За что платить деньги соблякам, которые вообще ничего еще не знают? Я даю эти условия. Чтобы они еще хотели. Но я хочу видеть, что это патриоты. И что они готовы поставить плечо в системе. Кроме тех, на которых я поставил крест. Потому что многим из них я никаких директоров, филиалов не предложил. Но если я прошу, что это надо сделать. Я-то это все делаю. Не надо, я ночью еду. А что же делать? А если вы относитесь к главному менеджерскому звену. Если вам плевать на компанию. А что я должен с вами считаться? Это чуть не я. Почему компания с вами считается? А у нас сейчас оброс жизни и смерти. Нам еще год, два, три. Нам надо все эти инструкции доплести. Повыгонять мне надо 10-12 директоров филиалов. Там кошмар что делается. Все лучшие, пожалуйста, договорились. Мое слово верное. Ходите в Киев? Нет проблем. Там лучше зарплаты. Ходите в Киев, пожалуйста. Но только если я даю поручение, то это вопрос. Мы можем подискутировать. Я могу въехать в тему, ну, доминая мама там. Это действительно бывает. Ну, такие вещи. Папа там. Не даю. Но самым лучшим, самые главные, так сказать, лучшим, самым таким способным, самые жесткие требования есть. Потому что многие не знают, на ком я крест поставил, и он не будет директора. Кто-то из вас станет на его место. Но нам хотя бы человек 20 найти, которые будут ураган, все будут понимать, все операции делают, а дальше и расти. Так мы договорились, когда мы встречались первый раз. Я спрашиваю, вы великий или невеликий? Или я не спрашиваю? А? Спрашиваю. И все говорили, я великий. И я каждый день отсеиваю тут кучу невеликих. И я вам скажу, что пропустил и были дети и министров, и всяких там этих, никаких там этих самых. Никто не остался на вашей должности. Потому что это вопрос, как бы, устроить кого-то я и так устрою. Пусть там перебивается. Я понимаю, о чем говорить. Но это речь идет о людях, которые хотят сделать карьеру, и вся страна на них будет смотреть. Ну хорошо. Я не хочу только перегрузить, на самом деле все не так уж тяжело. Таких поручений, как бы, бывает не так уж и много. Но, тем не менее, я просто рассказываю, и это только для великих. А я быстро пойму, кто великий, кто нет. Можно? Можно? Значит, к вопросу о рождении на фирмах вернуться. То есть, я сейчас принимаю дела генерального распределения. Говорю. Рождение на фирмах? Да. До сих пор еще как бы не принял. И в наследство досталось нам одно такое дело. Это был совместный проект Бивика Ильи Григорьевича и Жукова Станислава. Значит, они с лицеем, который будет финансироваться с бюджета, заключают договор о карточном проекте. На 50 там сотрудников. Да. Сегодня ко мне приходил главный бухгалтер этого лицея. И мы с ним договорились завтра о встрече в 11 часов, чтобы прочитать лекцию. Они собираются преподавать на 50 человек. Да. Только вы смеете дисконтный проект. Дисконтный проект. И мы договорились вместе с Жуковом Станиславом, то есть он как отдел по работе с пластиковыми карточками. Вместе, ну, придем. Он расскажет свою часть, я свою. Как директор они открывают счет. То есть, такое реально представительская такая презентация. Нормально. И второй вопрос, это юридический вопрос. Я сегодня и в юридическом отделе консультируюсь. Еще хочу с вами как с юристом. Да. Дело в том, что, ну, проблем касается не одного меня. Когда мы... Вот, уважаю. Это самое так разговаривание. Это не для меня. Нет. Имеется в виду, что мы должны когда-нибудь говорить на рамках. Иначе, чтобы вас там не запугали некоторые директора отделения. Все, кто думают, да, что со мной можно говорить, ну, и что можно просидеть, как я говорю, как мышь под венеком, да, и проскочить. Ничего этого не получится. Директора банков никогда не будут работать. Если кто-то из вас не видит во мне равного, да, кстати сказать, меня можно остановить, можно сказать, не кричите. Это тоже можно, кстати, сказать. Это хорошо. Со мной разговаривал Могиков. Я его взял сюда. Ну, не дай Бог. Конечно. Но я ему обещал вернуть его на карточки. Вернуть его на отделение. Я слово держу. Пусть работает на отделении. Вот. Посмотрим, что... Это другие совсем качества. Он центральный банк уже. И я уже четырех человек попробовал. Вот, кстати, у господина Пиркова пока получается. У тебя Плешкова, да. Потом я на него и наезжаю, но он растет. Я на него как-то наехал. Вообще вот мне нравится. А он говорит, чего вы на ней кричите? Нормально. Все. Это для меня дополнительные... Действительно, кричать не хорошо. Ну, вот. Значит, ситуация в каком? Мнения по банкам ходил разделяются. Моя мнение сбирает вас юристами. Для молодых стажеров нас берут на должность зам директора отделения. Мы пишем заявление. Ну да. Документы мы подписываем все, как директора. Ага. В доверенности написано. Доручим, да, ну, там... Приложите. Зам директора. Приложите эти документы. Напишите мне, что вы хотите. Я имею в виду суть. Я как юрист вам это прокомментирую. Никаких проблем нет. Что касается... Проблем нет, если мы зам, а подписываем как директор. Вот тогда вот. Зам справа. Вот послушайте. Как говорит закон? Послушайте, как говорит закон, да. Во-первых, мое самое главное правило. Я никогда никого не подставил. И прежде чем вас приглашать подписывать чего-нибудь, на самом деле я там просто вам рассказал, ну, какие есть вещи, ну, как бы... Мы ни с кого не требовали ничего возмещать. Никаких проблем. Если только вы по недоумию или по... ну, чему-то, какие-то вещи сделаете. Ну, переместим вас с одного места на другое или выгоним, это не проблема. Ума нет. Самое главное, чтобы вы понимали, что вы подписываете каждый документ, чтобы мы могли здесь обсуждать. Что касается доверенности на подписи. Подписывать нужно всё. Сама надпись, что написать? Директор не имеет значения? Нет. Я... Как сказано в законе. В законе сказано, что если мой дворник, вот здесь, который подметает улицы, да, подписал контракт на миллион долларов. Ну, мимохода. Примерно, да. Случайно в него оказалось. Ну, представим себе, что вот моя уборщица, да, которая у меня... Стола смирает. Да. На столе убирает. Она с завода «Арсенал». Там была, там, ну, тоже уборщица, не знаю, или следственная. Ну, тащила печать, но случайно, не украла. Просто она у неё в халате в этом, да, и она подметает улицу, проходит мимо клиент, даёт ей контракт, она его подписала и печать поставила, да. Если она при этом, ну, не совершила... То есть она просто, ну, была в поморочном каком-то состоянии, там были... Ну, какие там к ней проблемы, Господи? Но если этот контракт правильный, да, и если я его не оспариваю, то гражданское право говорит так. Что если я имею право признать любую должность. Ну, не я, а банк. Я то что. Банк имеет право признать любую должность. Ничего такого нет. За это не садят, это не злоупотребление служебным положением. Это ничего. Это никаких проблем. Дело не стыд, потому что посадят. Потому что, чтобы потом не было проблем у банка. Уже отдел кадров говорит, что это не страшно. Я, как говорил сегодня, зам начальника юридического департамента. Когда вы мне изложите, что вы там подписали, я вам скажу... Нет. Он говорит, что внизу, там где, внизу договора написано, где должность, должно быть написано то, что написано в приказе. Вот. Ничего страшного. Не страшного. Все. Мелочи жизни. Мелочи жизни. Вообще ничто. Что еще? Поправлю. Самое главное, вот я рассказываю директорам отделения. Вообще везде гума. Господи, хоть бы сильно на все это хватило, да? Что не подписывайте бумаг, которых вы не понимаете. Что вы там подписываете, да? Не подписывайте. Ставьте все под сомнение. Разговаривайте со своим директором. Спрашивайте у кого хотите, да? Ну, или вот совещание идет, берите всю кикку документов, если непонятно, что это, да? Потому что там все элементарно. Если платежка, то там есть компьютерная система. Вы можете спросить у операциониста, покажи мне, прошла эта сумма, и периодически это надо спрашивать. Прошла эта сумма, или не прошла. А? Спитовночная сумма. Да. То есть, какой-то выборочный контроль. Есть бумаги, которые идут автоматом. Ну, то есть, они полностью безопасны. Но вы, как бы, есть формальная подпись. Но, тем не менее, вы все равно должны во все въезжать и приносить с собой документы, которые вам не понятны. За что вы там подписываете? Вам ничего не угрожает. У вас нет проблем. Мы никого никогда, у нас никого никогда никуда не вызвали. У нас есть приказ, по которому вас и вызвать они могут. Мы за вас везде пойдем. Никаких проблем никогда за 11 лет не было и не будет. А? Я не знаю ничего. То есть, этой проблемой как бы не существует. Но проблема с головой не существует. Нет бумаг, которые не требуют вашего ума. Да? Вы должны понимать, что это такое. Да? Как оно прошло. Какая программа существует. Какие параметры она фиксирует. Там везде проблемы. Везде есть какие-то риски. Везде есть неурегулированные вопросы. Берите с собой документы. Недавно, допустим, Кристина мне принесла, моя дочь. Оказывается, мы карточки дам. Сначала выдаем карточку, а потом деньги носят на депозит. Но ему эту сумму уже, ну, он уже пользуется овердрафтом. Ну, это проблема. Но ее никто никогда не увидит. То есть, просто всего лишь она, зная, как карточка работает, зная, что на ней есть овердрафты, там возникает разрыв. Ну, в... А? А? А потом он там внесет, не внесет. Но 99,9% людей не преступники. И мы их сначала проверяем. То есть, он даже когда должен, он отдаст. Но все равно проблема-то есть. Вот она ее поставила, сейчас мы ее устранили. И от вас будет... Этому процессу нет конца. Если мы великие. Мы каждый день будем что-то находить. И все время совершенствовать, 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 совершенствовать. И везде устроили риски, 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 риски. И никогда этому не будет ни делом. Это бесконечно. А вот для бухгалтеров это процесс остановившись. Вот они как работали всю жизнь там, вот они так и работали. Непонятно, что... Так было всегда. Все подвергайте сомнениям. Какие вопросы еще? Проблема. Два израильтяне. Да. С золотыми карточками. И открыли текущий валютный счет. Сняли с карточки деньги. Да. И захотели деньги перечислить на текущий валютный счет. Положить на текущий счет. Позвонили в валютное перо, сказали, что такая операция разрешается. То есть подтверждающим документом является СВИП. Получилось, я по дороге понял, что тут, наверное, какие-то есть проблемы. Подошел в департамент международных расчетов. Да. А Ноби сказала, что есть инструкция, прочла ее и указала, что необходимо было потребовать еще таможенную декларацию, которой эта карточка задекларирована. Да. Услу карточки. То есть таким образом получается подтверждающие документы отпускают. Ну напишите. Я теперь, в принципе, при проверке, получается, что... Да не доеду, не доеду. Ну, до проверки. Ну, мы можем их пригласить и попросить об этом. Да, но у них нет этого. У них срочно нужна от вас бумага. Что произошло, ничего не пойму, что это такое. С описанием... Карточки декларируются в условиях данных, лучше, если они заранее знают, что будут снимать деньги. Ах они не знали. Не думаю, что поисков права. Я думаю, что все не знают. Не, знаешь, что ты мне показал? Я ее сам прочел, там написано четко. Что? Написано, что подтверждающими документами являются такие и такие, и такие документы, платежные документы, которые задекларированы в таможенной декларации. Карточка не является подтвержденным. Не верьте никому. Все нормально. Все в порядке. Но вы мне эту ситуацию отношили. Немедленно. Прямо завтра должна вывела Ленин Михайлович. У меня обратилась строительная фирма, значит, 31 декабря каждый год им приходят большие суммы от других клиентов, и они не имеют права от них отказаться. Но поскольку налоговое законодательство у нас такое, что 50 процентов, ну, если приходят суммы на счет, то там они что-то около 50 процентов на будущие налоги на следующий год списывают. И вот их интересует вопрос, как бы так, чтобы именно 31 декабря эти суммы не светились. Да. Вот когда вы будете, так как вы все рассказали, вы никогда не решите никакого вопроса. Потому что у вас все как бы так, и у них тоже так же как бы так. Я ничего не понимаю, о чем вы говорите. Нет, я имею ввиду. И пока вы сами не выясните, что у них там происходит, по какому закону они что нарушают, да, и все остальное. Да, мы ничего не решим. Я понял. Да. Кроме вас там разобраться некому. Еще этот израильтянин захотел открыть карту. Да, открываем. Но не резидент. Да, открываем. Да, открываем. Но вы говорили, что это сколько великим людям, не резидентным. Да, потому что он может смыться к себе в Израиле, и потом будет с нашей карточкой оверграфтом снимать бабки с утра до вечера и нас заставлять. Поэтому... И стал вот такой партнер, напитник карточки, золотим. Ну это такое. Жулики... Эмитент. Одноразово это надо. Это вопрос, как вы представите клиента, так и будет. Что вы увидели, что он может о себе рассказать, какими документами подтвердить, мы можем направить запрос в посольство, лично зная посла. Вот. Нет проблем. Мы его проверим. Ответственность потом на директоре лежит, если он поснимает. Никакой на вас ответственности нет. Никакой. В чем вся прелесть нашего партнерства, да? Вот выдали вы кредит, и он не вернется. Никто ответственности не вернется. Потому что мы прокалимся. Если только вы соблюли всю процедуру, принимаете это решение здесь, на самом деле вы его принимаете. То есть как вы представили. Если вы правильно его представили, здесь оно автоматом прошло. Если оно прошло по нашим инструкциям, по нашим правилам, никакой проблемы нет. Если карточку выдали, это я несу ответственность. Вы не несете. Конечно, если у вас там будет сотый жулик, и все время вы это самое. Но проверим, что вы там про него как бы написали. На самом деле, никому вы никогда, нам не отдавали сумасшедшие деньги. Какая претензия? Значит, мы в инструкции неправильно что-то указали. Ну и по первому же случае, вот если бы вы все сделали правильно, и надкнулись мы на жулик, да? Класс! Любой опыт отрицательный для нас золото. Ну заплатим за него тысяч 10-20 долларов, но мы тут же в инструкции сделаем новые эти самые. Решаете все вопросы вы, не центральный банк. Но, как бы, в центральном банке проверяют правильность, ну, всего того, что вы, ну, и все. А придется время, когда, вот я думаю, что год пройдет, и некоторые интеллектора уже будут сами и вообще ничего не согласовываются. У нас есть лимиты на филиалах до трех миллионов. Сама. То есть сначала исключают договор, а потом в догонку другая процедура. А в догонку присылают сюда материалы. Мы их проверяем. Но ответственность на мне, я дал ей такой лимит. Правда, я ей сказал. Как не отдадут деньги? Ну, откуда у нее три миллиона? Да? Выгоню. Ну, уж поскольку рвется так в бой, и у нее нет ничего. Но выгоню, правда. И у нас был такой случай, когда Николая и ему взяли первого секретаря. Хороший мужик. Нормально работал. Но я тогда вообще ничего не понимал, инструкции не было. Я не занимался банком этот год, 1994. Ну, меня в коридоре поймал. Ну, на измор. Вот тут клиент хороший. Ну, давайте ему же 200 тысяч долларов. Ну, давайте. Но поскольку у него и прибыль, и филиал расцветал. Мы ему уже квартиру купили. Ну, практически. Только осталось на него оформлено. У него уже и зарплата большая. И машина классная. И уважение во всем городе. Я ему говорю, слушайте, ну это же так не положено. Надо же пройти. Ну, и я ручаюсь. Ну, ручаешься. Как раз в жуле-то и попал. Он ставил нас на 200 тысяч долларов. С концами. Еще какой-то стукачий сдул. Потерял он и квартиру, и должность. И никто сейчас. Я просто как бы жалко человека просто. Ну, разве я посмею предъявлять ему какие-то претензии? Он же взяток, он не брал. Он хотел как лучше. Поэтому, когда вы попросите ответственность на себя, я могу ее... Когда у вас все получается давно, вы скажете, нет, я не хочу больше ничего согласовывать. Берите. Только вместе с ответственностью и с проблемой и выиграть. Это уже серьезная тема. Но никогда мы никаких проблем никому не создавали. Ну, кроме случаев, когда нас там оборонят. Ну, это же... Ну, не мы создаем. Я-то... При чем? Мы не имеем права скрывать. Ну, спер полтора миллиарда этих, я вам говорил, купонов. Ну, его и посадили, а я... Или у нас тут в кассе 21 тысячу или еще... Да, вот сколько воровали. Ну, это преступники. Это ж... Ошибки. Что еще? На такие пытания череду с носком дедушкой, где забыл денежку. Значит, ну и вообще нет. Значит, мы сейчас планируем акцию... Была Тарнавская у меня. И мы там по всем комнатам, квартирам разошлем. Ну, все попросим этих дворников. И где это? Вы же замотали. Я отдал. Кому отдал? Вчера дал предложение. У нас было там Дорогожицкое и доклад. Да. Да. Нам нужно пропускать. Сейчас мы дадим это еще и... Знаете, что вам нужно? Как мы найдем, нам нужно забыть официйную фотографию вручнять и вручать. И... Да, да. Но мы же говорили. Вот, класс. Ну, дело даже не в этом. Но самое главное, конечно, чтобы дедушка не остался без бабок. Да. Что еще? Илья Николаевич, сегодня пришел клиент к нам на отделение и задал мне такой вопрос. Временно директора не было, он занимался в главном банке делами. Кредитует ли право экспонт под программы, скажем, ЕБРР, под развитие малопредпринимательства? Нет. Мы только сейчас обратились в ЕБРР. Еще обратились в Мировой банк, еще обратились в Национальный банк. Мы никогда не пользовались кредитными линиями. Было две причины. Первая причина. У нас деньги были дешевле. И сегодня у нас деньги дешевле. ЕБРР дает 14%, нафиг нам на них работать, когда у нас себестоимость денег дешевле. Это первая причина. А вторая причина, она скорее важнее, чем первая. Я бы все-таки взял ЕБРР деньги, и мы сейчас туда уже ломимся. У нас было два года плохого, ну, недостаточно хорошего. Для того, чтобы мы могли настаивать. В этом году, за двухтечный год, у нас одни из самых лучших на Украине показателей. Поэтому мы берем весь, не стыдно было отправлять туда отчет. Ну, там, мы могли бы получить, но это надо было там. А сейчас мы отправили, и мы получим эти линии просто для престижа. А пользоваться, ну, будет выгода, будет, но пока нет. Там же может быть, если им пользоваться, там же устанавливают. Даже ущерб себе возьмем Лимон или полмиллиона. Везде фигурировало в отчетности, что они нам дали. Это ваше. Клиентам высказывают. Да, это ваше. А как же планы другие зарабатывают? Они поддерживают процентов на кредиты. То есть устраивают тендер, лучшие фирмы дают... Да нет, они же у нас проценты. Да, ну чепуха. Что вы говорите? Да никогда в жизни. Хотите сейчас поспорить? Нет таких кредитов. Не существует. Не существует. Ну, есть такие кредиты. У меня есть такая для вас. Ну, ну чепуха. Рассказывайте. Что касается ИБРР, чтобы вы знали, что это за организация. Да, и почему я не очень люблю туда обращаться. И мы скорее можем получить деньги от коммерческих финансовых институтов. Ну, в ИБРР работают идиоты. Это обычная государственная структура. Как она создается? Это не коммерческий банк. Это как министерство финансов. Собираются страны-доноры. Создают европейский банк реконструкции развития. Берут туда неудачников, потому что там зарплата ниже, чем коммерческий банк. Чиновников. Которых вообще, у них нет никаких, ну, не мозгов, у них нет никакой ни амбиции, ни каких интересов, да? Никаких фантазий, ничего, ни мотивации нет. Вообще нет. Конченые идиоты. Но с громадными деньгами. И для того, чтобы получить эти деньги, нужно соблюсти только всего лишь процедуру. У нас даже не было человека, который правильно бы написал им нужный какой-то план. Они ничего не анализируют. И вообще это никакой не показатель. Пусто. Они неэффективно расходуют средства. Они входят в уставные компании, и вообще в уставные фонды банков и компании, и не контролируют прибыль. Там никому ничего не надо. Вот такие-то. И мировой банк такой же. Но, как бы создается он, для чего? И вообще в Украине эти институты немножко, если на то что. Это чистый грабеж страны. Потому что все эти деньги расходовались в основном и уходили обратно только уже на счета. Да. Они шли в основном вот громадные эти десятки миллиардов, миллионов, чего угодно. Они идут под гарантии правительства. Да если бы наше правительство не было безумным. Оно бы давало лучше гарантии таким, как мы. У нас и деньги дешевле. Но мы, когда... Мы для правительств стран с переходной экономикой, это никто. Мы дрянь. Мы паразиты на теле общества. Потому что руководят нами в основном люди с менталитетом нерыночных. Поэтому мы, когда, допустим, вот обращается Минфин и говорит, дайте нам деньги под наши АВГЗ. Да я знаю прекрасно, что он завтра объявит, что он не будет по ним платить и на этом все закончится. И ужас в том, что коммерческим банкам Украины, России, Казахстана, Белоруссии и кому там угодно нам даже некуда пойти. Потому что суды признают сторону государства. А международные финансовые институты, да они любые деньги... Ну-ка, слава богу, сейчас парламент стал тормозить им выдачу... Ну, уже и такого нет. Чтобы не воровались. Они же загоняют страну в кабалу. Вот. А ЕВРРу получить бабки обратно нет проблем. Гарантии правительства есть. Пусть он только пикнет. Они тут же идут в любой суд. В Страсбург там или куда угодно. И он арестовывает все активы за рубежом. В том числе и банков коммерческих можно арестовать. Вот. Кошмар. Они даже нас тут подставляют. Поэтому для них риска никакого. Потому что Америка объявит войну. Объявят финансовые санкции. Вот. Ну, они там что угодно делают. Тут же самолет прилетел с каким-нибудь премьер-министром и его тут же арестовали. Любое имущество страны рассматривается тут же как залог. А для нас никаких гарантий нет. Куда угодно ходи. Вот. Жалуйся. Поэтому мы в ужасе нам. Вот я говорил когда о глубине выдачи денег. Мы не знаем куда их деть. Страна, которая нуждается в бабках. Поскольку экономика в основном государственная. Некуда их суметь. Потому что кругом крестьянам выдали деньги. Глава администрации где-то в каком-то районе приходит время колхозу отдавать. А он скот заложил. Глава администрации подымает людей с вилами и не пускает судебного исполнителя. Это же уже, ну, есть решение суда. Это как бы уже, ну, за это раньше в России в царской кандалы. Это самое страшное преступление. Хуже убийство. Это, ну, это бунт настоящий. Есть судебный исполнитель. Мы приехали забирать свое имущество. А он же как рассуждает. Куда же вы мою скотину тянете? Ну, это ж колхоз останется. А куда ж ты скотина дел деньги людей, которые их вложили? Как же мы их вернем? Ну, напиши график реструктуризации. Нафиг нам твоя скотина. И мне ее жалко. Вот. Я не хочу смерти скотины. Ну, если ты сам скотина брал деньги и знал, что ты их отдавать не собираешься. Главное, он себя чувствует... 90% таких чиновников. Он себя чувствует защитником отечества. Не отдать бабки коммерческому банку. Который лопнет и оставит сиротами сотню тысяч людей. Которые последние вложили. А что им объяснить? И я с этим выступал на самом высоком уровне. Там где говорят? Подумаешь, там где? Какие вопросы? Еще есть претензии. Много претензий. Мы все должны их решить. Именно здесь. Поэтому все претензии пишите. И всех сволочей накажутся. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Продолжение следует... 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 Продолжение следует...